армянский фруктовый бренди называется тайна камней выдержанный абрикосовый сейчас он в ленте стоит 800 рублей по белому ценнику но я его брал по акции до нового года акции такая берешь три бутылки крепкого алкоголя и тогда тебе дают скидку 40 процентов я брал какой-то хороший дорогой алкоголь и чтобы мне была скидка на него пришлось докупать что-то подешевле и эта бутылка мне вышла где-то за 450 480 рублей я точно не помню но то есть цена такая как у водки такой средняя водка и поэтому сегодня рубрика вместо водки чем меня заинтересовала эта бутылка тем что во первых это бренди то есть дистиллят это абрикосовый дистиллят и то что заявлено что он выдерживался в дубовой бочке но на написано так хитро минимальный срок выдержки в дубовой бочке до трех лет то есть минимальный срок выдержки до трех лет вот мне вот это выражение какое-то армянское не очень понятно то есть если был бы написано минимальный срок выдержки не менее трех лет тогда было бы понятно то минимальный до трех лет сколько это месяц два год два года три года непонятно состав дистиллят фруктовый выдержанный двойной перегонки перегонка шаранского типа вода сахар краситель и здесь краситель не сахарный колер а краситель е122 что это за краситель это синтетический краситель коричневого цвета и давайте сразу к цвету но перед цветом я хотел сказать про пробку вот эта пробка здесь не родная родная пробка вот это когда я стал открывать бутылку открыл вот так вот и вот эта штучка верхняя отпал пробка пластиковая и вот эта штука там так сидела плотно короче в этой бутылке что мне пришлось ее пассатижами оттуда доставать если бы где-то вы это открывали на улице ну раз вместо водки вряд ли наверно пришлось бы зубами наверное это открывать по-другому никак почему налил сразу бокалы потому что я уже как видите ее попробовал и напиток очень спиртуозный но вот когда постоит немного то спиртуозность проходит и вот всех лучше пить его из такого бокала для граб и потому что здесь не особо чувствуется спиртуозность бокал такой вот эта часть высокенькая вот это узкая и ощущается такой знаете фруктовый какой-то аромат вот чтобы я сказал сразу что это какой-то абрикос не скажу то есть абрикоса вы не почувствуете то есть вы почувствуете какой-то фруктовый такой карамельно-сладкий аромат чуть-чуть ванильный кстати цвет то я не сказал сказал про краситель а про цвет не сказал цвет у напитка знаете такой вот уже не как в коньяке какой-то он янтарный а здесь вот именно сильно разбавленный но не соломенный а вот именно какой-то в коричневу получается как будто такой сильно сильно разбавленный компот и вот если сидеть вот так в комнате да и не нюхать из бокала туда вы начинаете ощущать вот да пахнет как-то немножко абрикосиком но вот из бокала абрикос вы не учувствуете потому что ну очень спиртозно но не самогониста вот знаете здесь двойная перегонка вроде как бы я думал что будут какие-то такой кисловатый аромат хвостовых фракций этого здесь нет то здесь какая-то хорошая такая самогонка без хвостовых фракций то есть самогон вот не отец самогонщик давал пробовать разные самогон и вот я скажу что это вот как бы самогон сделанный на колонне высокоградусный то есть без голов без хвостов но высокоградусный самогон сахар хоть есть составе но его в составе очень мало то есть судя по углеводам здесь сахара всего полграмма на литр давайте вкус узнаете заходит не как дистиллят заходит так жестко грубо жгучи но во вкусе вот в отличие от аромата вы прямо сильно ощущаете урюк вот именно не курагу а урюк чем отличается урюк от кураги тем что курага это вот высушенные абрикос вместе с ядрышком и вот вы съели словно турюк он такой вот шершавит вот то есть вы ощущаете вкус кураги плюс он такой шершавый какой-то и плюс у вас еще во рту вот это вот косточка и вы ощущаете вот эту вот косточку саму во рту она так тоже такая грубовато шершавая и вот вы выплюнули эту косточку это урюк съели когда и в послекусе и такое прям вот урюк в принципе вкус такой неплохой нет никакого тоже вот знаете меня очень сильно смущает я не чувствую здесь вот самогоны самогонистости не в аромате не во вкусе то есть это вот во вкусе словно взяли какой-то спирт не водку то есть водка это уже она прошла через уголь у нее такой своеобразный все таки водочный вкус а это просто взяли спирт какой-то мино медицинский спирт и настояли вот на нем урюк этот и вот вы его эту настойку пьете давайте еще раз за вас ну да и знаете такое двоякое чувство то есть вот вроде я бы наругал этот напиток да ну в аромате не чувствуется это никакой никакой абрикос кстати вот из пустого бокала вот из пустого бокала вы словно нюхаете компот из абрикосов то есть вот сварили компот и вы нюхаете и прямо вот он пахнет вот этим компотом очень кстати вкусно почему нет такого запаха наполненном бокале я не понимаю может быть вот это из-за спиртуозности какой-то вот она мешает ощущать вот эти вот приятные ароматы абрикоса не знаю то есть вот такое вот двоякое впечатление у меня от этого напитка вроде и какая-то вроде водка и без закуски это пить и ну не очень приятно то есть нужна какая-то закуска то есть вот мне хочется сейчас закусить каким сухофруктом вот так же взять этот вот курагу и съесть но в то же время это и не водка то есть да у тебя на долгом послевкусие нет никакого водочного выхлопа ну вот я до съемок видео попробовал немножко выходил где-то часа полтора-два прошло и у меня нет никаких неприятных ощущений нет никакого водочного выхлопа во рту приятно свежо чуть-чуть какие-то нюансы остались от компота от курить с курагой но если смотреть на ценник без акции 800 рублей то я бы конечно ее никогда не купил но если вы купите ее за 400 ну даже за 500 рублей в принципе ее можно купить вместо вот когда надоели какие-то дешевые коньяки хочется что-то другого да ну водки не хочется но можно это взять кстати по выдержке по выдержке вот дуб точно здесь рядом не лежал я не знаю здесь есть может быть какая-то вот в аромате чуть-чуть мокрой картонки то есть вот такая вот мокрый картон очка в аромате и вот шершавит во вкусе может быть не курагой а вот этой мокрой картонкой но вот создается эффект такой что вот съели вы вот именно курагу может быть даже знаете вот урюк из компота вы съели да вот после вкусе больше похоже что вы съели вот урюк из компота именно ногой шершавенький принципе вот как я уже сказал если вы купите если вам надоел дешевый коньяк если вам не лезет водка то вот это за 500 рублей можно купить вместо водки